привет друзья итак сегодня я хочу поговорить о таком моменте как рештовка то есть если вы занимаетесь каменной кладкой у вас должна быть минимальный набор рештовки который вы заезжаете уже на объект сегодня вам расскажу какой минимальный набор рештовки вы должны иметь в своем арсенале так давайте начнем снизу вот такие козлы козлы высота метр 10 вот в нашем случае вот таких у вас должно быть то есть давайте берем средний дом до от 10 на 10 берем у вас должно быть вот таких мелких козлов 6 штук как минимум 6 штук должно быть из такого бруса сечением здесь у нас в течение 40 40 на 70 40 на 70 но его можно делать смело из пятидесятки бруса то есть он он тяжелее тяжелее с 50 он и легче и выдерживает отлично уже проверено то есть вот таких минимум шесть маленьких козлика должно быть высота метр 10 ну то есть метр метр здесь уже то есть не принципиально то есть районе метра первое второе высокие это у нас вот идут метр восемьдесят высотой на практике уже то есть проверено это оптимальная высота метр восемьдесят объясняю почему загруживать кирпич подсобником будет выше неудобно то есть максимум да то есть он закинет один ряд здесь можно смело смело закидывать 1 2 4 4 и при желании 5 до то есть вот так вот метр восемьдесят пять рядов кирпича второй положительный момент с этих козлов уже то есть с этой высоты вот у нас сейчас идет дом высота у нас потолков 285 285 но мы с них можем 3 метра 3 метра в легкую смело улупить то есть высоту 3 метра с этих козликов легкую смотрите то есть 6 таких соответственно 6 таких это минимум минимум в идеале в идеале лучше 8 лучше 8 6 это у вас получается но как бы от угла и до угла да но когда угол закладывать будете то есть уже как бы чуть чуть уже вы будете смущаться на углу до сюда тянутся а так вы закольцовывать и плюс еще два угла и вы смело тогда уже закладывать то есть одну стену вы зарештовываете смело плюс два угла завязываете плюс завязываете два угла и четко работа у вас идет бывает такое стены помещения у которых высота потолков четыре метра то есть это какие-то складские помещения хоз постройки ну и тому подобное то есть поэтому четыре метра как в этом случае быть тогда мы делаем вот так вот вот посмотрите тогда мы делаем вот такой макар рештуемся вот таким макаром это может быть показаться вам ну как бы хлипко ненадежно но поверьте уже проверено то есть вы поняли да вот эти маленькие козлики ставятся на высокие как укреплять укрепляете то есть ножки минимум по одному гвоздю на каждую ножку прибиваете к настилу высоких козлов все стоит все жестко но естественно нужно делать это с большой ответственностью в идеале конечно если уже идут высокие стены и выкладку делаете понаружи облицовку то есть в идеале иметь уже лиса да то есть как бы мы когда делаем облицовочную кладку у нас есть лиса то есть здесь их нету здесь черновая то есть мы середины все гоним поэтому на облицовку мы уже ставим лиса рештуемся у нас на две стены то есть две стены две стены сделали перекидываемся на другие первый этаж мы всегда выгоняем то есть козлов то есть быстро четко все эффективно леса да она дольше но они уже более актуальны второй и высшие этажи козлы то есть быстренько щиты поснимали щиты доски что у вас на настил идет что поснимали поставили сверху все перераскиваются буквально вот с маленьких на большие ну буквально там три секунды дело так что еще сказать по поводу но вот такие моменты это самый основной ага какого бруса до делать вот большие козлы у нас уже сделаны из бруса 50 то есть сечением 50 на 50 их уже было переделано ну не одна партия потому как ломаются обновляем периодически поверьте проверено и кирпича сверху наваливалась ну то есть не пять рядов и не в кирпич а то есть это минимум полтора кирпича накладывалось и рядов 8 стоит все отлично то есть вот такие моменты можете конечно перестраховаться я сам перестраховываю здесь это но транспортировки в перерештовки а вы их тягаете постоянно и так принципе на работе да не печенье тягаете еще если тяжелые козлы все зачем нужно как-то упрощать себе работу да поэтому делать из пятидесятки бруса все хорошо расшиваете сшивайте гвоздями то есть запасом загибом загибаете потом все и отлично у вас будет вот эти вот козлы допустим у нас уже вот второй сезон вам понадобится доска щиты желательно сделать вот такие щиты то есть у нас вот и доска есть и щиты поэтому тут уже без разницы щиты более удобнее то есть щит кинул в один второй третий как бы но тут уже то есть что у вас будет из того и и делайте есть еще разновидность рештовки как конверты вот посмотрите здесь на фотографии у нас еще в арсенале и конверты но конверты сейчас уже как-то более реже используем вот здесь мы рештовались два этажа с конвертов гнали то есть как видите тоже в принципе надежно главное подпоры делать серьезные вот такие моменты то есть очень удобно все ребят то есть козлы маленькие козлы здоровые конверты бюджетный вариант леса конечно то есть леса сколько я знаю бригад но наверное ну то есть единицы которые имеют леса да то есть у нас вот есть тоже хотелось бы по всему периметру но на две стены есть принципе хватает две стены подгоняем с подгоняем козлов ставим леса вторую сторону козлы потом леса но принципе у нас уже процесс налажен нам хватает на две стороны все ребят вот такие дела будут вопросы задавайте в комментариях буду по свободке отвечать а на сегодня у меня все если понравилось видео ставим лайки подписываемся на канал качаем мини курс здесь а на сегодня у меня все пока